И о курсах. Доллар 55 рублей 96 копеек. Курсы европейской валюты 59 рублей 81 копейка. И пока это все новости. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.фм. Ну, в Москве сегодня дожди. Ветрено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидромедцентр России. Температура воздуха в Москве составит до 8 градусов тепла по области от 4 до 9 тепла. Ранее сообщалось, что март 2017 года стал самым теплым в Москве за 140-летнюю историю медианаблюдений. Но сейчас в Москве плюс 8 идет дождь. Спорт.фм. 100% футбола. Это программа 100% футбола. Всем здравствуйте. Нобеля Рустамяна Грекетманов. Ну и как всегда по понедельникам Александр Викторович Бубнов в студии. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Понятно, что у нас так на печальном фоне, да, будет проходить сегодняшняя программа. Но в любом случае мы поговорим о матчах. О двух матчах, во-первых, которые пройдут сегодня. Это встречи Спартака и Оренбурга и Ростова и Краснодара. Ну и, конечно же, о прошедших матчах, потому что и «Зенит» успешно, да, сыграл. Ну и, соответственно, ЦСКА тоже свою встречу выиграл и сократил отставание от московского Спартака. И те и другие сократили. Нобель, приветствуем тебя. Здравствуй. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, Игорь Викторович. Ну и скажем о том, что, во-первых, в голкипер ЦСКА Игорь Кенфеев установил личный свой рекорд. Сухая серия. Да, прежнее достижение было 717 минут. Оно было датировано 2008 годом. Ну и все-таки он пропустил, но отметка застыла на числе 764. Это как раз-таки критикам, да, Игоря Кенфеева. Все-таки понятное дело, что на сегодняшний день Игорь топ-вратарь. И вообще в чемпионате страны, ну и, естественно, сборной. Ну я бы отмечал то, что сказал Виктор Гончаренко после матча. Он сказал, что, в принципе, наверное, даже где-то в этом есть плюс, что, ну, наконец, эта ответственность прервалась. Да, серия прервалась. Она рано или поздно должна была прерваться. И поэтому он понимает, да, разочарование Игоря. Но как для тренера, возможно, перед матчем с Краснодаром в этом даже есть некий плюс. Как сказал Виктор Михайлович. А плюс ли это, Александр Викторович? Ну ты знаешь, когда говорят о достижении вратаря, да, он не пропустил. Но он что, один играл? Нет, защиты. Нет, я тебе вообще говорю. Вот когда достижения вратарей, да, вот сухие, отстояли, вратарь же не может один там без всей команды. Поэтому здесь, наверное, нужно говорить, что это и достижение всей команды, когда вратарь на ноль играет. Потому что точно так, как нельзя Акинфеева обвинять в том, что в Еврокубках он постоянно пропускает. Вот, не он пропускает, а пропускает команда. Цель команда. Да, вратарь только может, что называется, выручить. Вот, поэтому я, знаешь как, какая ответственность может быть? Ответственность за матч с точки зрения победы, правильно? А пропустил, не пропустил, это уже как получится. Вот, и здесь я тебе еще раз говорю, что зависит не только от вратаря, но и от защитников. Вот, а иногда цепочка ошибок начинается, мы разбираем, да, на половине поля соперника, чуть ли не с нападающих, а заканчивается результатом гол в свои ворота. Поэтому здесь нужно все в комплексе смотреть. Ну и оборона-то ЦСКА претерпела изменения уже по ходу, соответственно, первого тайма, да? Я смотрел, да, я смотрел эту игру и хочу тебе сказать, что в конце игры вообще крылья советов доминировали. Действительно, это так, и у них были моменты для того, чтобы и спасти игру. Вот, ну а так, в целом, ЦСКА уверенно первый тайм провел, несмотря на то, что, да, были потери, потеряли Алексея Березуцкого, видимо, что-то с мышцами. А потом Загоев не играл, вот. Ну и несмотря... А, в конце Головина потеряли. Тоже у него задняя поверхность бедра была. Ну, насколько я понимаю, что и Березуцкий Алексей, и Головин, они в матче с Краснодаром, скорее всего, сыграют. Ну, так сегодня писали СМИ. А, ну если СМИ, здесь не СМИ, здесь официальное заявление должно быть клуба. Вот, а так вообще, травма, задняя поверхность бедра, это неприятный травм. Да, но если это действительно, на самом деле, подобная травма, она лечится не одну неделю. Да, но смотря какая, в худших случаях до месяца, если там порыв серьезный. Ну и к вопросу о травмах, да, травма Дзагоева, бывший врач сборной России Юрий Васильков сказал о том, сегодня также это появилось в СМИ, что то, что Дзагоев получил травму, в общем-то, в этом нет вины ни медицинского штаба сборной, ни тренерского штаба сборной, а есть другие мнения, в частности, бывшего тренера ЦСКА Геннадия Костылева, который сказал, что ответственность за травму Дзагоева как раз-таки должны нести и врачи сборной, и тренерский штаб. Здесь надо знать, какая травма, если это рецидив травмы, да, то... У него спазм, как говорили. А, ну спазм... Ну так говорят, я не... Спазм... мышечный спазм бывает из-за того, что игрок плохо размялся, потому что по-другому... Нет, но он не играл до этого с Кодиваром тоже, по причине того, что у него были некоторые проблемы. Мне кажется, тут такая извечная проблема таких... Вот есть история с Дзюбой, да, например, который не был в сборной России. И прекрасно сыграл. И сыграл с Венитом. Есть пример Глушакова, который был травмирован, но поехал в сборную, и там провел эти самые несколько дней, там сыграл даже с Бельгией второй тайм частично. Есть пример Смолова, который вообще не играл за Краснодар после травмы, но при этом поехал в сборную и просто присутствовал, потому что он, ну, слушал Черчасова. Дзагоев то же самое. То есть, вот это вечно спор клуба и сборной по игроку. Правильно, Нобиль, но ты знаешь, что если вот, например, задняя поверхность бедра, там неоднократно рвались, да, мышцы, да, то когда мышца заживает, там образуется рубец, правильно? Вот, и если, смотря какие рубцы, вот, и поэтому здесь особо, особое внимание должно быть и со стороны спортсмена к разминке и к восстановительным мероприятиям. Ну, естественно, и медицинский штаб должен и в клубе, и в сборной эти все вещи контролировать, вот. Вот, но я бы, знаешь как, я бы не только говорил насчет медицинских штабов, да, но и игрок тоже профессионально должен относиться к этому. Ну, как профессионально, то есть он не должен... Хорошо, Нобиль, хорошо разминаться. Это я понимаю, я к тому, что... А игроку можешь сказать, я не хочу играть в сборную? Да, только один не поехал и от этого выиграл, а другой поехал в сборную, от этого проиграл. Я профессионал, у меня тут дела в клубе, у меня тут впереди важный сезон, я профессионал уже, мне лучше не сыграть товарищеский матч. Это как к этому отнестись? Это профессионал? Ну, ты знаешь, смотря на каком основании, можно вообще отказаться за сборную выступать. Я не буду за сборную выступать с концами, и все, и тебе ничего не сделаю. Нет, нет, ну вот игрок говорит, у меня есть проблема, да, я чувствую, что я не готов. Я не готов, да, я не хочу играть за сборную. Подожди, Нобиль, Нобиль, я не готов. Я не готов, и я не хочу играть за сборную. Я не готов, я не готов, да. Приезжает, процедура такая, Нобиль, я не готов. Приезжает в сборную, тебя тестируют, проверяют, да, и отправляют тогда. Или же ты там находишься и лечишься. Хорошо, врач говорит, я не вижу проблем тебя сыграть. Тогда врач несет ответственность. Какую? За то, что если он получит травму. То есть сейчас за Дзагоева несет ответственность врач. Вернее, смотря какую травму. Вот сейчас за Дзагоева несет ответственность врач. Если он говорит, что у меня проблемы с задней поверхности бедра, да, доктор, врач команды говорит, я считаю, что он может играть. Он выходит, получает травму с задней поверхности бедра, несет врач ответственность. Хорошо, то есть сейчас, получается... А если ничего не было... Сейчас врач сборно несет ответственность. Да, если ничего не было, и он получил травму, потом, в конце концов, может, ты говоришь, врач несет ответственность. Он может, у него проблемы, предположим, есть в задней поверхности бедра, да, а он выходит и получает травму, там, ему гольностоп подвернул или еще что-то. Какую здесь врач может нести ответственность? Здесь просто игровая травма получилась. Вот и все. А вот если он говорит, что у меня задняя поверхность бедра болит, да, вот, и я не могу играть, у меня дискомфорт, да, то здесь вот если он выходит, и у него рвется задняя поверхность бедра, или он уходит, то здесь полная ответственность врача. Потому что я знаю, что раньше, если у тебя болит, там, блокады ставили, да, вот, выходили игроки, играли. Больше того, у меня было раз повреждение, я в клубе получил, мы играли в Днепропетровске, с Днепром, да, была ответственная игра с португальцами, боковая связка. Я приехал, в сборную надо явиться, так-то отказаться не можешь, понимаешь, если ты действующий и нету никаких объективных причин. Ты приезжаешь в сборную и говоришь о своих проблемах, тебя смотрит врач, врач и принимает решение. Меня Савел Иосифович посмотрел и говорит, да, все, в ЦИТО, позвонили, я поехал в ЦИТО и мне наложили лангету. Вот такая процедура, Нобель, вот, а сам ты отказаться, насколько я знаю, если объективных причин нету, и ты вообще не хочешь играть за сборную, да, вот, сам ты отказаться не можешь. Ты должен в распоряжение сборной обязательно явиться. Я даже не знаю, да, я даже не знаю, вот, если сейчас, как отказываются, какие там процедуры в регламенте прописаны, дисквалифицируется игрок, не дисквалифицируется. Нет, ну вот, получается, Дзюба взял, уехал и, как показала игра Зенита... Игорь, Дзюба сам не может взять и уехать. На это добро должен дать... Тренер. В первую очередь сначала, если это у него связано с самой, врач, а потом тренер, конечно. Ну, как тренер, конечно, тренер дает добро. Ну, в смысле, Дзагоева выпускают, да, и это желание Дзагоева, получается, было? Говорят, говорят, что он сам рвался, но мало ли, что он сам рвался, здесь доктор должен поставить диагноз, сможет он играть или нет? Ну, вот, Головин уже высказался насчет травмы, что его заменили, чтобы он не получил серьезную травму, значит, получается, что не все так страшно. Ну, да, он дискомфорт почувствовал, ощутил боль, такое бывает, знаешь, как кольнет задняя поверхность, вот, то же самое в паху, может быть, вот такие симптомы. Ну, а что касается, еще одного рекорда, это рекорд Сергея Игнашевича, 457 матчей в чемпионатах России, на один больше, чем у Сергея Симака, и, в частности, на вопрос, вот, тоже в СМИ, да, Роман Бабаев отвечал, что касательно Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого, и их, возможно, возвращение в сборную, то, пожалуйста, они, если тренерский штаб того пожелает, то они могут вернуться в сборную, но Роман Бабаев почему-то отметил на официальной матче. Это правильно вообще? Здесь, знаешь как, если они, судя по всему, судя по всему, игроки не изъявляют особого желания, да, раз вот такие разговоры идут. То есть здесь мы не изъявляем особого желания, но на чемпионат мира готовы. Да, то здесь уже должны компромиссы находить игроки с тренером сборной, да, вот, но это вообще ненормально. Здесь я не участвую, в команде не бываю, а потом на чемпионат мира поехал. Таких случаев, по-моему, было довольно много. В мировой практике? Конечно. Конечно. Бывали случаи, когда перед чемпионатом мира кого-то уговаривают, а возвращаются играть на крупный турнир. Такие случаи, как раз, достаточно распространенные. Ну, так бывает. И тренер должен пойти. Хорошо. Роберто Баджо. Перед чемпионатом мира 98 вообще практически не играл в сборной. На турнир его вызвали, он согласился, ну, например, да, то есть... Нет, Нобель, Нобель, речь о чем идет? Такие случаи бывают, но такие случаи, вот так как вот сейчас вот Бабаев оговаривает, да, я таких случаев не видел, не слышал, что так я играть не буду, а вот на чемпионат мира я поеду. Здесь важный момент, и, собственно, об этом многие говорят в контексте Василия Березуцкого. У него проблемы со спиной, да, со здоровьем. То есть это очевидно, что ему 35 лет уже. У него за плечами гигантская сложная карьера, где у него было огромное количество травм. Он играет последние два года на уколах очень часто и регулярно, я это точно знаю. И человек просто говорит о том, что я по состоянию здоровья в данный момент, да, не могу играть, потому что я только хуже делаю себе. Ну, ради чемпионата мира, я думаю, он готов пожертвовать. Себе и команде. Но если вам будет нужен чемпионат мира, вот без него скажете, мы без себя никуда не можем, да? Хорошо, я готов. Нобель, а где гарантии? Он сейчас может дать гарантии, что у него спина тогда не будет болеть? Нет. 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 Но поэтому он и говорит. Да. Поэтому он говорит, что если вы скажете, что нужно обязательно, срочно, без себя, никуда и никак, например, да, как вот судя по словам Романа Бубаева, то, что Игорь прочитал, наверное, может быть найти компромисс. Но сейчас если он будет играть каждый товарищеский матч и вообще без пауз, без отдыха, вы считаете, что самое важное для восстановления футболиста? Опытных. Опытных. А ему 35 лет, я говорю. Так у вас. Конечно, если он будет без пауз играть практически каждую неделю, то ему только хуже этого будет. Ну, короче говоря, это неординарная ситуация. Ну, конечно, неординарная. И она, по большому счету, ненормальная. Но это же не 20-летний парень отказывается, говорит, не зовите меня только на чемпионат мира. Это человек, который сыграл 101 матч в сборную России. А может быть здесь не только здоровье. Ты понимаешь, когда вот дискомфорт, вот я к этому относился, да, здесь не столько за себя переживаешь, да, сколько, я всегда боялся, что вот этот дискомфорт какой-то, да, хотя я очень мало, у меня травм мало было, но когда вот были, я пока не вылечил, я отказывался выходить по той простой причине, что я говорил, что я могу из-за этого ошибиться и подвести команду. Понимаешь, вот основная причина такая была. А у него, судя по всему, вот как Березуцкий высказывался, у него там действительно проблемы со здоровьем. А вы не исключаете варианта, что здесь не только проблемы со здоровьем, но и, может быть... Ну и психологическая усталость вполне возможна тоже. И какие-то трения, может быть, с главным тренером сборной, может быть, не во всем устраивает его фигура главного тренера сборной. Ну, я допускаю, что это, может быть, одна из причин, и он ее вот таким образом огласил. Он говорит о своем здоровье, а здесь даже, знаешь как, не то что фигура, может быть, вообще не согласен с тем, что происходит в сборной, да, но в открытую это не говорит, а находит повод, понимаешь? Ну, такое можно допустить, конечно. Ну, давайте вернемся к матчам чемпионата России, да, все-таки и ЦСКА выиграл, и Зенит, ну и отметим, кстати, Локомотив тоже, да? Локомотив, несмотря на те потери, которые у них были, ну вот, Фарфан, он достаточно гармонично вписался, и вот по игре, по игре у Фу практически моментов не было, и Локомотив... Ну, Фарфан удивил приятно болельщиков Локомотива, он сыграл очень органично, согласитесь. Ну, я тебе об этом и говорю, но с его, с его мастерством и опытом, да, здесь ничего удивительного, удивительно было в том, что... Нет, меня это удивило, потому что... Многие сомневались в его возможности. Да, ну, просто он последние два года играл в Катаре или в... Ну, да, на Ближнем Уае, на Ближнем Востоке. Потом, по-моему, последние полгода вообще не играл в футбол, но и было опасение, что, может, он уже не тот, ну, по своим возможностям, да? Ну, здесь, видите, как... Ну, он вышел, сделал гол. Да, ему... Он же не просто так, не с листа вышел, его же готовили, он же готовился в команде. Ну, в этом... И берегли. Выглядел, выглядел. В этом заслуга Юрия Семина, Юрий Павлович. Да, безусловно. Выглядел он... Юрий Павлович. Вас не удивил? Вы говорили, что это один из лучших вратарей в России. Да, но у него бывает. Так регулярно бывает. Он, к сожалению, может быть в суперигру, даже несколько подряд. А потом... А у кого не бывает? Можешь мне назвать хоть одного вратаря российского? Даже Дон Рума вчера ошибся. Вот он пропустил примерно такой гол, да. Дон Рума молодой, да. 18 лет, да. А Кенфеев, помнишь, от Глушакова пропустил какой-то мяч, когда он забил. А сейчас... Ну, Белинов почаще пускает. А сейчас Глория какой... Глория. Он момент удара не видел. Глория, вернее, Глория. Момент удара не видел, из-под защитника пробил. И тоже он к этому удару оказался не готовым. Но я тебе скажу, а этот... Кто? Хомич. Вот тебе, пожалуйста, мы набираем. Нет, подождите, вы же не вызывали Лорию и Хомича... Нет, я тебе моменты. А про Белину вы говорили, что это вратарь, который заслуживает быть чуть ли не номером один в сборной России. Ну, а что, топовый вратарь не может вот такой гол пропустить? Может, хорошо. Но Хомич извинился за свой пропущенный мяч. Ну, Хомич, Хомич там и момент удара видел, все видел перед ним мяч. Но опять же, погодные условия, знаешь как, ускорение мяча от синтетики. А Белинов не видел? А? Белинов не видел. Ну, он там, он из-под игрока бил. Ну, все равно, такой удар был очень точный. Ну, Лория, кстати, тоже очень переживал после игры. Да. Переживал вот... А вы видели, да, гол, который Донарума пропустил? Нет, этот гол я не видел. Но когда вот сейчас вот сказали, что он пропустил, ну и что, молодые пропускают. Не, ну, конечно, он столько спас, только сделал, что одна ошибка. Да, я видел, как он стоял и как он выручал, действительно. И одна ошибка для вратарей это нормальное явление. Я просто хотел эту ошибку разделить с полеткой. Потому что там был пас в створ, мяч не по земле даже катился. Да, скакал так верхом. И что произошло? Он мимо мяча махнул. Он хотел мяч обработать. А, мимо мяча махнул? И в ворота, да? Да, но он поставил ногу, и, видимо, просто не рассчитал, и мяч под ногой прилетел. Нобель, но я не знаю, у нас было правило еще на детско-юношском уровне, когда на школах учили, я не говорю, а раньше же вратари могли, когда я играл, они могли мяч в руки брать. И тем не менее, и тем не менее, всегда говорили, что когда даешь мяч назад, ни в коем случае в створ ворот не отдавать. Да, только у сборной СССР при Лобановском постоянно катали назад Досаеву. Досаеву, ну смотря как назад катить, я же ему катил в руки потихоньку, потом ты, понимаешь, как, дело в том, что у нас раньше, вот сейчас, конечно, у защитников в этом плане сложнее, назад вратарю можно отдавать, но он руками играть не может. А у нас раньше требовали просто, это считалась надежная игра, опередил спиной к воротам, сзади у тебя нападающий, висит ни в коем случае сразу четко вратарю назад, а Досаев уже, как правило, если я лицом к воротам, а он же все видит, он берет в руки мяч и сразу выбрасывает, точно дает передачу. Что здесь, что быстрее атака шла. Здесь даже, здесь даже не задумывались в одно касание, сразу назад. Вот так, по командам-то, как вам ЦСКА, как вам ЦСКА в победном матче? Ну, я тебе скажу, сейчас ЦСКА, куда едет на выезд? Краснодар, по-моему. Да. Краснодар. Вот если они так будут играть, как они играли с крыльями, Не весь матч они так играли, как они играли с крыльями, то там проблемы будут. Они второй тайм хуже играли первого, вот, то проблемы будут серьезные. То есть, вот тот уровень игры, который они с крыльями продемонстрировали, да, недостаточно будет для того, чтобы не потерять очки в Краснодаре. У них еще и Ростов потом, правда, дома, по-моему. Ну, да, ну, мы сегодня Ростов посмотрим. Вот посмотрим, как Оренбург со Спартаком будет играть, потому что Оренбург еще значительно лучше команда в обороне на сегодняшний день организована, чем крылья советов. Ну, давайте мы ненадолго прервемся, потом пообщаемся и о матчах чемпионата России, естественно, и о предстоящей игры Спартака с Оренбургом, в том числе, и поговорим также о Кубке Конфедерации. Матч за 60 секунд. Второй матч финальной серии Кубка Мира по хоккею 2016 года. Сборная Европы, сборная Канады. Перемещаемся в Торонто, Air Canada Center, и у нас стартовал второй финал Кубка Мира. Канада против сборной Европы, и сборная Европы начинает достаточно быстро. Европа, брат, он гол! И шайба в оборотах! С Дэну Харро открывает счет! В этом матче 1-0! Сборная Европы выходит вперед! Похвалили мы с Дэну Харро за игру в обороне. А вот теперь интересно посмотреть, на все это будет канадцы будут отыгрываться. Они-то еще на этом турнире ни разу не отыгрывались. Забрасывали первыми. Продолжают европейцы атаковать, бросок, поворот. Прайс. Прайс шайбу забирает, и вбрасывание будет сейчас в зоне сборной Канады. Сборная Европы должна выиграть в одном финальном поединке. Сто процентов, вот увидишь. Только не это. Сказал человек, который любит хоккей. Настолько мощный сейчас у Ши Уэббера получился бросок, галок аж так вот качаясь, несколько секунд находился, потому что бросок убойный просто. Мы не хоккей смотрим, а цирк, который устроили канадцы. Во всем виноват Бэбкок, потому что сменил костюм. Кори Перри за воротами, его уже обнимают. Две минуты. И удаление сейчас, ну там справедливое было удаление. Анджик Копитар даже не спорит. Послал куда подальше, он судью. Убежали все забрасывать шайбу и спасать кленовое отечество. Канадцы заходят в очередной раз в зону, бросок, гол. И один-один в этом матче. У Канады еще три минуты, и что-то мне кажется, что они еще забьют. В овертайме? Зачем в овертайме? Да прямо сейчас забьют. Сейчас, да? И здесь Бэбкок что-то показывает Казу кому-то. Две минуты. Он сказал, судье, потом выйдем с тобой на две минуты. Так, иди сюда. Ага. Коса в упор. И Прайс, даже я не понял, как он среагировал на этот бросок. Самое главное, что он понял, как он на это среагировал. Штанга. А перед этим штанга была, друзья. Штанга, штанга, штанга была перед этим. Вот это фантастика. Надо было начинать, короче, им с третьего периода играть. Минута до конца третьего периода. Канада-Европа. Ничья 1-1. И минуту 7 секунд сборная Европы будет еще играть в большинстве. Вошли в зону. Копитар. Потеряли шайбу. И сейчас канадцы. Идет атака. Вошли в зону. А дальше, а дальше момент. И гол. Гол. Кубаный канадцы забрасывает шайбу. Фантастика в меньшинстве. Вот это да. Просто фантастическая ситуация. Ритмы спорта на Спорт.ФМ. Группа «Красные маки». Трек «Спорт и мода». Спорт и мода – девиз любого года. И чтоб за модою угнаться, спортом надо заниматься. Спорт и мода – девиз любого года. Спорт.ФМ. Новости. Страна. Мир. Две встречи 21-го тура чемпионата страны. Московский «Спартак» сыграет с Оренбургом. Ростов с Краснодаром. Игроки этих команд почтут память жертв трагедии. В петербургском метро ранее сообщалось, что свои соболезнования выразили футболисты «Зенита». Ну а пока все новости. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. На столичных дорогах плотное движение 5 баллов. Провести около часа придется на Садовом кольце с внешней стороны от Старой Басманной улицы до улицы Красина. Третье транспортное кольцо стоит с внешней стороны от Краснопрудной улицы до улицы Новая Башиловка. МКАЦ внутренней стороны от Молдогвардейской до Строгино. МКАЦ с внешней стороны от Ленинского проспекта до Ясенева. МКАЦ с внутренней стороны от Липецкой улицы и до Ясенева. Чтобы добиться ТОП-результата, нужно работать на тренировках каждый день. Каждый. Каждый день на Спорт.ФМ. Итоги спортивного дня. ТОП-спорт. С Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым. ТОП-события. ТОП-спортсмены. ТОП-результаты. Высший уровень. Слушай ТОП-спорт с Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым. Только на Спорт.ФМ. Каждый будний день с 20 часов. Спорт.ФМ. СТОП-РОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. Нобеля Рустамян, Игорь Катманов. Ну и, конечно же, как всегда по понедельникам, Александр Викторович Бубнов в студии Спорт.ФМ. Программа СТОП-РОЦЕНТОВ ФУТБОЛА. Друзья, давайте поговорим о Кубке Конфедерации, которая уже стартует, ну, относительно скоро, до 17 июня. Напомню, что решающий матч пройдет 2 июля 2017 года. КИА МОТОРС РУС представляет Кубок Конфедерации ФИФА 2017. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Стань свидетелем настоящего футбола. Этим летом с 17 июня по 2 июля. На футбол вместе с КИА. С тест-драйва на матч. КИА. Официальный партнер Кубка Конфедерации ФИФА 2017 в России. Так, вся футбольная Россия живет в режиме ожидания чемпионата мира. Совсем скоро 4 города нашей страны будут принимать матчи Кубка Конфедерации. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На этот турнир приедут 8 команд со всего мира. В одной группе с Россией будут играть коллективы из Новой Зеландии, Португалии, а также Мексики. В другой группе сборная Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Первый матч на турнир россияне проведут с представителями Океании. Футбольный праздник уже близко не пропусти. Увидеть игру своими глазами России и сборной Новой Зеландии можно благодаря проекту на футбол вместе с КИА. КИА. Официальный партнер Кубка Конфедерации ФИФА 2017 в России дарит вам возможность попасть на футбол. Заходи на сайт спорт.фм, а возможно именно ты сможешь отправиться на матчи Кубка Конфедерации 2017. Или отправляйся в дилерские центры КИА своего города. Проходите там тест-драйв и болейте за красивый футбол. На футбол вместе с КИА. Ну а сейчас мы представляем как раз таки первого соперника сборной команды России, сборную Новой Зеландии. Партнер проекта ООО КИА МОТОР РУС Футбольная ассоциация Новой Зеландии основана в 1891 году. На данный момент она занимает 110 место в рейтинге ФИФА. Сборная Новой Зеландии победитель Кубка нации ОФК. Футбольного соревнования среди сборных, проходящая под эгидой Конфедерации футбола Океания. Этот статус позволил футболистам принять участие в Кубке Конфедерации. Сам турнир проходил в 2016 году и в нем приняли участие 8 команд. 7 лучших по рейтингу ФИФА и победитель отборочного турнира. Помимо новозеландцев в турнире участвовали такие сборные, как Папуа Новая Гвинея, Хозяйка Кубка Океания 2016, Новая Каледония, Таити, Само, Соломоново острова, Фиджа и Венуато. 8 команд были разбиты на 2 группы по 4 команды, в каждой из которых проводились матчи в один круг. Две лучшие команды из каждой группы выходили в полуфиналы. Сборная Новой Зеландии считалась единоличным лидером своей группы. Навязать борьбу и пытались коллективы из Венуату, Фиджа, а также Соломоновых островов. Но ни в одном из трех матчей очки у новозеландцев отобрать не удалось. Первая встреча представителей страны Киви закончилась победой со счетом 3-1 над сборной Фиджа. Второй поединок для новозеландцев завершился разгромной победой. Коллектив из Венуату пропустил 5 безответных мячей. В последнем матче групповой стадии у Новой Зеландии возникли некоторые трудности. Распечатать ворота сборной Соломоновых островов удалось только под занавес поединка. Итог групповой стадии – 9 очков и выход в полуфинал с первого места. На стадии 1-2 финала новозеландцам предстояло встретиться с футболистами из Новой Каледонии. Единственный мяч был забит на 49-й минуте. Финал турнира проходил в городе Порт-Морсби. На стадионе имени сэра Джона Гиза новозеландцы встречались с хозяевами турнира сборной Папуа Новой Гвинеи. За 120 минут коллективы не смогли забить ни единого мяча. Исход матча решался в серии пенальти. Как итог, сборная Новой Зеландии стала новым победителем чемпионата Океании. Вот так чемпион Океании, наш первый соперник на Кубке Конфедерации. Что касается состава новозеландцев, то он, мягко говоря, неизвестный. Можно отметить голкипера Стефана Мариновича из немецкого Унтерхахинга, команда, которая сейчас играет в региональной лиге. Это как раз голкипер, который играл на Кубке Океании. Но есть еще Джейка Глиссон, опытный голкипер, выступающий в МЛС. Также из других игроков, я вот даже не знаю, за кого зацепиться, Билл Тулома. Тулома. Он в Марселе числится, пока не провел ни одной игры за основную команду. Есть, естественно, капитан команды Уинстон Рид, наверное, самый известный футболист, который выступает в английском Вайсхам Юнайтед. Вообще довольно много представителей английского чемпионата. Ну как много, их 6 или 7, но все они из команд низших лиг. Или такой персонаж, как Сэм Бротортон. Ему 20 лет, очень молодой защитник, который ни одной игры еще пока за Сандерленд не провел. Есть еще Крис Вуд, 25-летний нападающий из Лидс Юнайтед. Там он играет в основе, но, соответственно, Лидс Юнайтед – это команда из чемпионшипа. В общем, не самый статусный соперник у сборной России, прямо скажем. Ну а тренер Новой Зеландии Энтони Хадсон – это бывший наставник олимпийской команды страны. Бывает же такое. Приехал на тест-драйв, а попал на Кубок Конфедерации. Конечно, бывает. На футбол вместе с Киа. С тест-драйва на матч. С 1 по 21 апреля приходи в дилерский центр Киа, пройди тест-драйв и участвуй в розыгрыше билетов. Киа – официальный партнер Кубка Конфедерации FIFA 2017. Подробности у официальных дилеров Киа. Спорт-ФМ. 100% футбола. Итак, команда Новой Зеландии All Whites. Первый наш соперник. Ну и отметим, что эта команда не проиграла ни одной игры в 2010 году на чемпионате мира. Правда, с тех пор прошло уже 7 лет. Ну и подведи итог. Резюме. Резюме, я думаю, если сборная России проиграет Новой Зеландии, это будет катастрофа. То есть, если из всех участников новозеландцев самые слабые. Ну а кто слабее? Я думаю, да. Есть какие-то другие варианты. Только если австралийцы. Не, ну австралийцы все-таки... Австралийцы, кстати, приехали как чемпионы Азии. Они в финале, по-моему, Японию обыграли. Да, поэтому это уровень уже. Да, это уже уровень. А что касается Новой Зеландии, то действительно, наверное, самая слабая команда. Ну, я не буду говорить, какая еще может вторая на это звание претендовать. Давай честно, для чего Кубоком Федерации проводится? Какая основная цель? Посмотреть города, стадионы... Готовность, правильно. ...инфраструктуру готовной страны. Да, чемпионату мира. Это основная цель. Да. Да, организационная. Хотя это и официальный турнир, но какие-то далеко идущие выводы, там, делать трагедию из выступления на этом турнире для нас. Я бы не сказал. Хотя мы впервые выступаем. Вот. Я вообще по тому положению дел, который сейчас у нас в сборной, что мы видим, да, это будут официальные игры, но поиск игры, поиск игры будет продолжаться в сборной России, потому что... Ну, вы согласны, что турнир очень важный для Черчесова? Ну, конечно. Если не будет выхода из группы, например... Или поражение от Новозеландии. Уже там кресло не просто зашатается, начнет падать. Или нет? Дайте оценку. Человек, который был в сборной и который знает кухню внутри. Нет, ну мы... Я на кубке конфиденцией Номель. Мы не играли. Александр Викторович Малафеев в 86-м году сняли после серии поражения товарищеских матчей. Ну и такая же ситуация может быть и сейчас. Ну, поэтому кубка конфедерации. Конечно, да. И для... Вы зря его так недооцениваете. Для Черчесова, значит, не столько конструирование игры будет, а кровь из носу результат, что ли? Чтобы выйти из группы? Да. Так, да? Ну, хорошо, посмотрим. А что, конструирование? Ну, а сколько можно конструировать уже? Ну, правильно. Уже 17-й год. Подожди, ты согласен, ты согласен с тем, что игры нету? Согласен. Согласен. Ну и? Ну и? Неудачное выступление на... Кубке конфедерации. Кубке конфедерации. Может поставить крест на тренерской карьере Черчесова в сборной России. Значит, турнир важный, то, что Игорь говорил. Турнир важен для Черчесова. Для всех. Я думаю, для маленьких сборных таких тоже важен. Для Чили тоже важен. Да, которые не могут выиграть, как Германия, выиграть чемпионат мира. Но Чили, в отличие от нас, да, у них проблем нет с игрой, как у бельгийцев, да? Не, у Чили есть сейчас проблемы. Они, кстати, в отборе не так хорошо играют. Ты знаешь, несмотря на то, что мы с Бельгией в ничью сыграли, да, и спаслись в этой игре, да, но от игры бельгийцев осталось такое впечатление, что у них сборная есть и есть хорошая перспектива. Ну, они во втором тайме, откровенно говоря... Ну, они бросили играть. По какой причине, неизвестно, они бросили играть. Такие ваши предположения. Хотя появились игроки стартового состава, которые играли... Ну, с чем вы связываете? Не знаю, Нобель, не хочу подозревать, а что ты думаешь. О договорной игре не хочу даже думать. Реклама Я смотрю на него и вижу взрослого мужчину. Он уже не молод, но зато у него есть опыт, а с опытом приходит понимание. Он не разменивается по мелочам, не идет на компромиссы, он выбирает то, что нужно именно ему. И он мне нравится. Я рад, что вижу такого человека. В зеркале. За рулем Мерседес-Бенц Спринтер Классик. Узнайте о специальных условиях на микроавтобусы и фургона Мерседес-Бенц Спринтер Классик у официальных дилеров Мерседес-Бенц и по телефону 8 800 200 0206. Понимание приходит с опытом. Мерседес-Бенц Спринтер Классик. Взрослый подход. Плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги. Каждый матч – битва. Каждая битва – зрелище, которое нельзя пропустить. Каждая игра – борьба за кубок Гагарина. Плей-офф не оставляет права на ошибку. Смотрите кульминацию хоккейного сезона на телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ-HD, а также на видео.khl.ru и в официальных мобильных приложениях КХЛ. Ноль плюс. Спорт-ФМ. Спорт-ФМ. Путь первым. До Кубка Конфедерации осталось 75 дней. Профессиональная теннисистка. Заслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина. Посол чемпионата мира. Приходите на стадионы, болеть за нашу сборную на Кубке Конфедерации. Я обязательно там тоже буду. Мы увидим красивый футбол, интересную игру. Конечно, хотелось бы, чтобы наша сборная нас порадовала своей игрой и своим рвинем к победе. Посетить хотелось бы как можно больше матчей. И те матчи, которые будут проходить, особенно в городе Сочи, сборная Германия, сборная России, конечно же, под группу нашей сборной, конечно, хотелось бы посетить. А сейчас 100% футбола. Ну, еще чуть-чуть поговорим и закроем тему. Только, Викторич, какой смысл бросать играть во втором тайме? Вот именно, по поводу мотивации. Мы с тобой перед игрой говорили, что выйдут люди, которые в стартовый состав не попадают. Хотя мне бельгийцы не понравились в игре с греками. Вот тот стартовый состав. Правда, там не было Азара, не было Дебренина. Но его и здесь не было. Да, его здесь не было. Но я тебе скажу, в первом тайме вышел не стартовый состав, и они очень прилично выглядели. Во всяком случае, они играли с ощутимым преимуществом, и особо не напрягаясь. То есть, то, что называется, правильно играли, структура игры была правильная. Во втором тайме выходят звезды, что называется. Да, Лукако, Мертенс выходят. Еще там народ вышел из стартового... А, Вицель вышел, да? И они два запускают в конце. Почему? Это необъяснимо. Но я не думаю, это заслуга нашей сборной получается. Да, Санислава Черчесова. Нашей сборной, Нобель, ты аккуратно говори. Нашей сборной, потому что играли игроки. Я согласен. Поэтому и, собственно... Да, Игорь, у нас новости. Кстати, коррективы по ходу игры значительно тяжелее тренеру провести, чем в перерыве. Мария Деева в студии появилась. Я просто привык ее видеть на общеполитических новостях. Ну, в принципе, сегодня в связи с последними событиями у нас все перемешалось и спортивные, и политические. Ну, потому что это общероссийская трагедия, то, что сегодня произошло в Питере. И у меня важная новость для болельщиков Спартака. Московский митрополитен усилил мир и безопасность в преддверии матча между московским Спартаком и Оренбургом после взрыва в петербургском метро. Об этом официально сообщил пресс-секретарь, начальника московского митрополитена Андрей Кружалин. Что он сказал? Он сказал, что будет увеличено количество сотрудников в досмотровых зонах. Также работники УВД на митрополитене усилили наряды, которые сейчас патрулируют всю инфраструктуру московского метро. Также мобилизованы дополнительные наряды с кинологами, сказал Кружалин. Болельщиков просит отнестись к данному режиму с пониманием. Возможно, всех будут досматривать полностью вдоль и поперек, как говорится. Но матч начнется в 19.30, и игра начнется с минуты молчания. Фанаты столичной команды объявили уже, что откажутся от визуальной поддержки и проведут первые пять минут игры в тишине. Также с тишины начнется и матч Ростов-Краснодар. В Петербурге в связи со взрывом в метро отменили старт программы подготовки волонтеров к чемпионату мира по футболу, сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике. Старт программы был назначен на завтра. Ведомстве также уточнили, что рекомендовали отменить все увеселительные мероприятия на ближайшие дни всем районным домам молодежи, подростковым молодежным центрам и клубам. Ну и по последним данным, по последним данным Национального антитеррористического комитета на станции Петербургского метро, площадь Восстания была обнаружена и обезврежена самодельное взрывное устройство. И по данным, в результате взрыва на станции Синная площадь 9 человек погибли, 20 ранены. Ряд станции метро Москвы на данную минуту оцеплен из-за подозрительных предметов. Вот пока к этой минуте это все новости. Спасибо, это были новости от Марии Деевой. Ну и давайте поближе уже к матчу, ну и Спартака с Оренбургом в том числе. Знаете, я статистику тут посмотрел. Статистику по желтым карточкам. Она очень любопытная. У нас получается Спартак играет сегодня с Оренбургом, а потом с Уфой в гостях, потом, соответственно, Зенит дома. Зенит, а потом Ростов, по-моему. Да, у Маурисио. А потом ЦСКА. ЦСКА, да. Веселый график очень. Вот как они Нобель пройдут, пройдут его, так уже, если они без потерь пройдут, то тогда чемпионы. Нет, ну если они без потерь, они будут чемпионами, это понятно. Смотрите, у Маурисио 4 желтые, да, получается, он сегодня пропускает. Зе Луиш 3, Камбаров 3, Фернандо 7. Впереди, соответственно, 2 игры с Оренбургом и Уфой. Как здесь распределять возможные... Кого еще 3? Зе Луиш, Камбаров 3, а у Фернандо 7 желтых. Зе Луиш, Камбаров по 3. По 3. А у Фернандо 7. Ну любая следующая карточка, отпускаешь игры. Да, то есть надо сегодня получать? Чтоб с Уфой не играть? Извините, а у Фуа приличная команда за матчем. В смысле нет? Ну да. А с Уфой, если получат, а не зенитами? А еще с Урала матч будет между ЦСКА Спартак и Ростов-Спартак, будет игра с Уралом. Спартак-Урал. Как здесь быть в таком случае? Просто играть не думая. Конечно, если так думать, знаешь как, если им все обезличивать карточки, то сколько человек пропустит? С Уфой. Я думаю, даже если один Фернандо будет пропускать, я уже не говорю о защитниках, могут возникнуть проблемы. А, извините, проблемы не возникнут? Если не дай бог, Фернандо с Уфой получит карточку. Возникнут. Везде могут возникнуть проблемы, но это не говорит о том, что нужно сейчас специально карточки получать. Потому что, знаешь как, можно и с Уфой карточек сейчас получать, и с Уфой проиграть, и с зенитом, да? Поэтому нужно каждую игру играть. А там как получится, уже... Как пойдет. Как пойдет, да. Но иметь в виду, самое главное, по глупости карточки не получать. Очень часто же по глупости бывает. Там в середине поля начинают фалить, да? Нужно аккуратнее быть. Наверняка их предупреждать будут. А судья? Не в коем случае разговоры с судьей. Если судья карточку даст сам, да? Ну, типа того, да. Ну, сейчас вот это мы уже будем обсуждать. Тогда скандал будет, если не по делу. Ну, кстати, у зенита, получается, Анжи перед Спартаком. У них три, по три карточки у Дзюба и Кокорина, и семь у Кришета. Ну, вот тоже три ведущих футболиста. Да. То же самое. Тоже будет скандал. Борьба скандалов будет? Обезличивать в игре Санжи? Канточки Санжи получать? Нет, но здесь все. У них уже нету, как у Спартака, двух игр перед противостоянием Спартаком. Да, Зенит Анжи. Зенит Анжи и все. Я сейчас изучаю календарь Зенита. Зенит Анжи, потом со Спартаком игра, потом Зенит Урал, Оренбург, Зенит Том, Зенит, в принципе. Зенит Терек, домашний матч, крылья Зенит. То есть, в принципе, ну да, два последних тура будут очень сложными для Зенита. С Краснодаром и с Локомотивом. Ну, если они эти матчи, условно говоря, проходят без потерь, то, я думаю, они уже на кураже будут. Ну и плюс со Спартаком, да. Не, ну, Спартаком понятно. Ну, это само собой, да. Ну, вот матч домашний для Спартака, это очень важный момент. Здесь, знаешь как, здесь два варианта. Для Спартака самый лучший вариант, что они к 26-му туру уже могут себя спокойно чувствовать, да? Или же обратный вариант, что... А 26-й тура это игра с ЦСКА? Ну вот, игра с ЦСКА. С ЦСКА, с ЦСКА. А до этого они с Зенитом еще сыграют. И с Ростовом. И с Ростовом, да. И с Уфлой. Да как они вот дойдут до 26-го тура, если с наименьшими потерями, то это чемпионство. Если с наибольшими, то тогда чемпионство может и под вопросом быть, под большим. Да, в мае с Томью игра. С Томью. С Амкаром на выезде, с Тереком дома и с Тульским Арсеналом. Последняя игра. Последняя, да, с Арсеналом. Ну, календарь, я тебе говорю. У них вот... Апрель. Да, вот сейчас вот в апреле все будет решаться. Вот такая. Ну, потом еще в мае 4 тура. Томью, Амкар, Терек, Арсенал. Ну, это значительно легче играть. Согласен. Чем вот сейчас они будут играть. Вообще сегодняшний матч очень важен в плане понимания, да... Говорят, говорят Оренбургу, Оренбургу, каждый игрок по 450 тысяч рублей за то, что если они отберут очки у Спартака. То есть это получается... Да, это получается за ничью, как минимум. Ну, и у нас, кстати, на странице спорта ФМ ВКонтакте проходит опрос, как вы считаете, потеряет ли сегодня очки московский Спартак. Да или нет. В общем, если вы считаете, что 450 тысяч рублей помогут значительно сыграть роль в этом вопросе... Не, Оренбург может упереться. Я тебе говорю, Оренбург более организованная команда, особенно в обороне, чем Крылья Советов. На мой взгляд. На сегодняшний день. Вот, а то, что я вчера видел, как Крылья играли с ЦСКА, ну вот, то Оренбург тоже Спартаку... Во-первых, Оренбургу из-за турнирного положения своего необходимо сейчас играть со Спартаком. Потому что им очки просто нужны, чтобы не остаться и в премиальной лиге, и в переходной игры, да. Даже на прямой, чтобы не вылететь. А лишние деньги, стимулирование, знаешь как, премиальные, если это стимулирование от кого-то идет, не помешает, там у них... Если это от кого-то идет... Вообще-то у них... У них и так один... Да, один хозяин. Да. Поэтому, если они у Спартакачки и отберут, то там найдут как от... отблагодарить. Поэтому Спартака ждет очень серьезная игра. Да, очень любопытно. В общем, такой момент истины наступает для Карреры и для его команды. Тут Нобеля спрашивали, соответственно, вообще в Италии как-то следят за нынешними успехами Карреры, судя по прессе? Ну, естественно, пишут о Каррере, потому что Каррера многое сделал для Ювентуса. Он играл в Ювентусе, он работал в Юве, был тренер сборной Италии. Но это не какой-то там восторг, чтобы Карреру, например, там приглашали работать... Во всяком случае, это может быть топовый помощник, но не топовый первый тренер в Италии. Если он выиграет чемпионат России, то я думаю, что уже будет рассматривать как потенциально главного тренера. Как потенциально главного тренера для серии А, да? Да, конечно. Но не топового тренера. Ну, конечно, пока не топового. Да сам Каррера еще до августа не думал быть главным тренером. До августа прошлого года он приезжал помощник в «Спартак». Нобель, об этом отвечу, тебе об этом располагаю. Да, поэтому... Хотя Каррера даже помощник Антонио Конте, как видим по этому чемпионату, сильнее многих тренеров в России. Правильно получается? Получается. Ну, о чем мы говорили в последнее время? Что в Италии очень сильный тренерская школа раз, а в России... Мы очень часто с Викторовичем обсуждали в наших студиях. И, в принципе, мы находили, мы находили. Да, да, потому что я знаю, в Кагачиана они там получают лицензии, проходят стажировки. И там очень жестко, чтобы получить РО. РО, там нужно определенное... Жестче, чем в ВШТ. Конечно, нужно в стадии определенной пойти. Да. Поэтому сегодня важная проверка для «Спартака». «Спартака» — «Оренбург». А потом «Спартака» действительно... Вот серия из пяти матчей... Ну, хотя, наверное, с «Уралом» будет не такой принципиальный матч. С «Уралом» игра будет сложная? С «Уралом» будет игра сложная. Потому что «Уралу» тоже очки нужны. Да. Но домашняя игра будет. Поговорим мы еще об этом обязательно. Ну, а я напомню, друзья, что по воскресеньям, начиная со 2 апреля, в 11.00 выходит новая программа про здоровый образ жизни. «Спортплощадка» — ведущие фитнес-эксперт Эдуард Каневский и Евгения Обруч. Новости. Страна. Мир. Спорт. Игорь Юргенс передает агентство ТАСС о материальных выплатах родственникам погибших и пострадавших со стороны города пока не сообщалось. Ну, а пока это все новости. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Атлантические циклоны принесут в Москву на этой неделе теплую, но дождливую погоду. Предстающей ночью будет кратковременный дождь, который будет переходить в снег. Паровистый ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3. В Подмосковье до плюс 5. Во вторник в Москве будет солнечно без осадков. Днем до плюс 10 градусов. Но сейчас в российской столице плюс 2, плюс 3 градуса идет сильный дождь. Спорт.ФМ. 100% футбола. Продолжается программа «100% футбола». В студии Нобеля Рустамян Игорь Катманов. Ну и, как всегда, по понедельникам Александр Викторович Бубнов. Так, за какие заслуги судить матч с лидером чемпионата поставили молодого судью из Азова? Спрашивает Михаил. Вот такой вот вопрос. Пришел. Ну, я не знаю, как вообще происходит назначение. За какие заслуги или не за какие заслуги. А как тебе нравится? Здесь, конечно, я не оправдываю руководство, не оправдываю то, что там творилось на футбольном поле. Спартак 2, Зенит 2. Играют в Санкт-Петербурге, а судья из Владивостока. Какой смысл из Владивостока лететь? Судье представляешь в Санкт-Петербург. Ну как? Ну что здесь такое? Не, ну, наверное, надо выбирать, есть регионы поближе, да, где можно. То есть судья из Владивостока должен судить Владивосток и Хабаровск. Ну, в этом регионе. Если он потенциально очень сильный судья, может, для него это вызов? Ну да, там потенциально сильный. Говорит, Милкадзу бьет игрока Зенита, он его не выгоняет. Не, ну вы же, вы удивляетесь, почему он из Владивостока? Ну, вот такая география нашей страны. Ну, а потом Радимов говорит, говорит, присылает из Владивостока судей и начинает недовольствовать. Муж в нем пропискал в Владивостоке, а он живет где-нибудь в другом месте. Ну, а Спартак, Спартак Оренбург из Азова судья, да? Да, Артем Чистяков. Посмотрим, как он справится. Нобелий, я согласен, что рано или поздно нужно молодых судей давать им игровую практику. Но, если, как говорится, считают, что Спартак Оренбург не такая тяжелая игра для судейства. Вот, но я бы не сказал. Не так просто будет. Сейчас посмотрим. Кстати, хорошо, что сказали. Обратим внимание сейчас на судейство. Артем Чистяков судил матч с участием Оренбурга, когда Оренбург сыграл дома в ничью 0-0 с Анжи. Показал подвиг желтой карточки и хозяевам, и гостям. В общем, вот так. Еще одна встреча. Рубин выиграл у Крыльев Советов со счетом 3-0. Там тоже 4 предупреждения он вынес. Две игры отсудил в этом чемпионате в РФПЛ. Вот такова статистика пока Артема Чистякова. Друзья, ну, сегодня и завтра в программе 100% футбола мы будем разыгрывать по паре пригласительных на игру «Локомотив Уфа», который, матч, который состоится 5 апреля в Черкизове. И чтобы попасть на эту игру, нужно позвонить нам в эфир и правильно ответить на вопрос. Напоминаю, телефоны прямого эфира 276 0 93 2 или 1 93 2. В 2014 году состоялась первая игра между «Локомотивом» и «Уфой». С тех пор эти команды сыграли 7 раз друг против друга. И вопрос, сколько всего побед одержал московский «Локомотив» над «Уфой». Так что звоните. Это в контексте кубка, да, так понимаю? Да, отвечайте на вопросы. В контексте кубка, да, вот мы говорили про «Зенита», начали говорить, но и не закончили. Про «Рубин» еще. Мне кажется, что вот очень много вопросов по «Рубину» в этом сезоне и вопросов по «Грассе», и, наверное, кубок как раз-таки последняя, чуть ли не последняя зацепка для испанца. Да, получается, да, потому что в чемпионате... Вообще есть объяснение, что происходит с казанцами? Они очень нестабильно играют. Так они плохо играют. А? Плохо играют. Да, да. Плохо и неплохо. Какая же стабильность? Тут вообще просто плохо играют. Нет, но у них был отрезок, отрезок, когда они набирали очки и стали подниматься. Ну, когда это было? Был «Нобель». Вот, а так вот как раз вот эта нестабильная игра, вот, и в первую очередь нестабильная игра в линии атаки. В линии атаки, группа атаки очень невыразительная. Но сейчас рачины, по-моему, еще не было. И, знаешь как, команда преображалась, когда Кара Денис выходил, вот, он как раз и остроту, и какую этот, вносил, агрессию, представляешь? Вот, но он не игрок штатого состава, он его не ставит. Вот, а в обороне они постоянно, да, ошибки допускают. И сейчас вот Денис достаточно уверенно. Три очка в Казани, хотя в Казани всегда неплохо. То есть это вопрос времени уход Грасти? Ну, посмотрим, если он кубок выиграет. Вот, но во всяком случае, знаешь как, он славился, тем, что мог построить игру от обороны очень хорошую, да. Но здесь они не блещут в надежной игре. Робин сейчас. Ну, а у нас есть уже звонки с ответом на вопрос, сколько же всего побед одержал локомотив НАТО Уфой. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Это в кубках, да? Нет, вообще. Да не в кубках вообще. Или в общем. Вообще? Да. Ну, значит, с 2014 года. 5, неправильно. Неправильно? Нет. Итак, в 2014 году состоялась первая игра между локомотивом Уфой. С тех пор эти команды сыграли 7 матчей друг против друга. И вопрос, сколько всего побед одержал локомотив НАТО Уфой. Звоните 276-093-2 или 1-93-2. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Отвечайте на вопрос. А могли бы еще раз точно сформулировать? В 2014 году состоялась первая игра между локомотивом и Уфой. С тех пор эти команды сыграли 7 раз друг против друга. Сколько всего побед одержал локомотив НАТО Уфой? Ну, насколько я помню, если мне не изменяет память, то 4, по-моему, победы одержал локомотив НАТО Уфой. Правильно. Забирайте билеты и идите на матч локомотив Уфа в Черкизово. Ваши адресы звучат аплодисменты. Действительно, 4 победы одержал локомотив НАТО Уфой. Игра, которого, честно говоря, у меня, мягко говоря, не впечатлила. Не за что даже глазу зацепиться. Она не впечатлила, знаешь, ты имеешь в виду вот сейчас, вот в чемпионате. Она не впечатлила, потому что Уфа очень невыразительно в атаке играла. Невыразительно в атаке. И у локомотива больше моментов было. С другой стороны, не пропусти Белинов вот этот мяч. Могли ничего сыграть, что для Уфы, в общем-то, нормально. И они мало очень пропускают. И результат был бы приемлемый, во всяком случае. А Рубин Зенит, мы говорили, да, Зенит. Удивила вот та легкость Зенита, или это все на фоне Рубина? Здесь главное, что перед этой игрой для меня было, да, каким составом будет играть Зенит. И ты знаешь, несмотря на то, что такая игра серьезная, да, вот Лучевску поставил состав, который был вот в прошлом матче, когда они с Арсеналом играли. И я тебе скажу, Салагов очень понравился. Но я про Салагова давно уже наговорил. Он и опорного полузащитника смотрелся очень прилично на молодежной сборной, по-моему, да. И здесь, в общем-то, у него манера игры вот такая, как и у Смольникова. И я думаю, если вот он сбавлять не будет, а он достаточно стабильный игрок, когда вот в колесо-витах смотрел, да, то это точно как раз хорошее приобретение для Зенита и в перспективе для сборной. Кокорин понравился? Все его хвалят? Ну, Кокорин голевую передачу отдал. Он вообще был активен, достаточно активен. Не, но, Нобель, Кокорин вообще активен. Другое дело, вот... Продуктивный, да? Да, КПТ. В момент он там запорол, кстати, один, по-моему. Но один нападающий может запороть, ничего страшного. Главное, что он активен. Голевая передача, вот. И причем они разыграли здание очень здорово, хорошо. Практически как в матче Ювент с Наполи. Да, Нобель? Ну, относительно, да. Когда Хидира забивал первый гол. Ну и под Зюбе. Дайте оценку. Зюба хороший гол забил, но подача от Салагова здорово была. А так, в своем стиле, вот, если обслуга хорошая, если давление большое, вот, то Зюба всегда моменты имеет. Он в этом смысле, ну, я неоднократно уже говорил, он очень зависимый нападающий. Его нужно правильно обслуживать. Потому что сам взять мяч, протащить, как Халк, там, обвести, там, нести удар, там, с 30 метров, с 40, он, это не его стиль. Его стиль игры, это штрафная площадка, когда обслуга, когда Дани в порядке. Вот, кстати, несмотря ни на что, да, вот стал Дани играть, да, и сразу игра преобразилась. Потому что он всегда и скорости добавляет, и темпу добавляет, и, по большому счету, его отсутствие сказывалось очень сильно. Несмотря на то, что Жулиано есть, вот, Эрнани неплохо выглядел в целом. Вот, но посмотрим вот сейчас в решающих матчах. Во всяком случае, чувствуется, что Зенит очень серьезно готовится, вот, к оставшимся отыскам чемпионата, к оставшимся матчам. Вот, и Спартаку, судя по всему, и Зенит, и ЦСКА готовы дать бой. Ну, то есть, то, о чем говорили, да, вот, как только команда начнет одерживать победы, начнет улучшаться атмосфера. Это касается и питерского Зенита. Ну, с другой стороны, знаешь как, вот тот состав стартовый, который играл вот уже вторую игру подряд, да, Иванович неплохо выглядел. Но все равно сказать, что он очень хорошо сыгран, потому что сразу вливаются, когда 2-3 человека вливаются, вот, здесь есть шероховатости. Вот, Ломбец появился, не играл. Ломбец, Иванович, Салагов практически всю оборону перекроили, правильно? Вот, Ирнани, но Ирнани, видишь, не так часто играл, тоже в составе появился. Вот, а так, кто вот у них стабильно играет, он постоянно их ставит, и если они, конечно, здоровые, это Дзюба. Дзюба с Кокориным, и это дает плоды. Рано или поздно сыгранность приходит, взаимопонимание, и здесь в этой игре Дзюба забил, Кокорина дал. Что еще нужно? Напоминаю, вайберы, ватсап, 925-4-2-93-2, и наш смс-портал 55-33, в начале сообщения слова «Спорт» можете задавать свои вопросы Александру Викторовичу Бубунову. Любопытный вопрос. Как вы думаете, уйдет ли Миранчук летом в топ-клуб? То есть, локомотив уже... Да, по Миранчуку, знаешь как, да. То одно время критиковали, но молодые футболисты, они нестабильно играют. Больше того, у Миранчука, как выяснилось, там проблемы с контактом чисто организационные были, которые тоже такая напряженная обстановка была вокруг этого, много разговоров, давления. Это сказывалось на игру, там определяться нужно было, там и с братом тоже проблемы были, когда это все всплыло, да. И, естественно, это влияло на его игры. Но вот в последних играх нужно отдать ему должное. Вот сейчас еще внимательнее за ним смотрю, наблюдаю, да. Но он прибавляет и достаточно стабильно играет. Ну и, конечно, его позиция, это не нападающие, это под нападающими. Вот здесь он и отдать может, и забить может, и с мячом работает, и, кстати... Особенно под хорошими нападающими. Да, 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 с кем можно взаимодействовать. Ну, я тебе должен сказать, почему еще Миранчук так смотрится, да. Потому что окружение очень хорошее. Фернандес, Денисов, здесь... Ари, в конце концов. Ари, да, появился на сцене, который предлагает только давай вовремя, своевременно, что он умеет делать. Вот, конечно, вот в таком окружении, и, в общем-то, Семин прав был, что ему сейчас нужно не о контрактах, не о сумме контракта думать, а думать, в какой команде и где он может прогрессировать. Вот в таком окружении, вот, он будет прогрессировать. А это очень важно и для сборной тут. 276-093-2 или 1-93-2. Это телефоны прямого эфира «Спорт-ФМ», код «Москвой-495». Есть у нас звонки. Денис, здравствуйте. Добрый день. Хотел бы узнать мнение уважаемых ведущих по поводу принципа вызова сборной игроков у нас. Ну, в том плане, что очень часто играют люди не на тех позициях, на которых играют в клубе. Вот, как, в частности, играл справа с Амедов. Вот, вот вы сегодня отмечали, что вот Салагов, извините, очень там хорошо сыграл игру. Вот, ну, у нас же сейчас нет официальных матчей, нет какое-то давление результата. Наш тренер, он смотрит игроков. Ну, вот, не кажется ли вам, что, ну, можно было вызывать вот таких ребят, которые под основой или выходят уже в основе в таких клубах серьезных, как «Зенит», там, «ЦСК», «Спартак», ну, и так далее. Чтобы вот их именно просматривать, а не смотреть, как там Амедов будет закрывать Субровку, которую он никогда, ну, не закрывал. Или там то же самое касается Золбнина, например, сборной. Ну, вот, вот в таком плане хочется узнать ваше мнение. Да, я согласен, что вот таких перспективных игроков, вот, их нужно призывать в сборную и знакомиться с ними, и давать им возможность, ну, это не товарищи, в контрольных играх, вот, играть и смотреть их, обязательно смотреть. Потому что, с одной стороны, да, что там с Амедова, вот, смотри, там уже все ясно с Амедовым, да, вот, и ясно. А с другой стороны, опять, все ясно, с тем же Березузским Василием тоже все ясно. А он сейчас не будет играть в контрольных матчах, не будет играть на Кубке Конфедерации, там, условно говоря, дадут поиграть молодым, а потом в Чемпионат Мира повезут Василия, и все будут кричать. И результата не будет, и Черчесова не будет, да? Ну, как-то так, да, наверное. Поэтому здесь вот в том и сложность работы в сборной, что нужно, с одной стороны, и определяться с костяком, со стартовым составом, а с другой стороны, своевременно наигрывать перспективную молодежь, а времени для этого не так много. И контрольных матчей не так много, в принципе. Ну, и цели вполне конкретные. Да, и цели конкретные. Но сейчас, правда, Лига Наций, да, вот, которые хотят после Чемпионата Мира, да, там как раз вот она и направлена на то, чтобы дать возможность играть, ну, более такие серьезные матчи, да, с заранее известными соперниками, да, вот, для того, чтобы как раз вот всю перспективную молодежь можно было проверить. Но я так понимаю, что серьезных соперников не будет. Почему? Ну, уровни Германии, там же как-то по корзинам делятся. Но зато будут соперники, да. Там по дивизионам, мы во втором. Мы во втором, да. Там Украина, кстати, тоже. Да. Ну, мы не будем с ней играть в любом случае. Но там, видишь, много будет зависеть, как ты будешь играть, да, там из дивизиона в дивизион можно переходить. Если ты будешь на первом месте... Это Лига Наций, это придумал в свое время. Плотини, да. И самое главное, рейтинги будут по этим выступлениям тоже соответствующие подсчет рейтингов. Рейтинги для жеребьевки. Для жеребьевки, да, для жеребьевки, что очень важно. Ну, типа аналог гивратуры. А так, да, а так, да. Ну, Цалаков, правда, Цалакова можно было и раньше. Он себя проявлял неплохо в крыльях сайетах. Но крылья, видишь, они все время за выживание. Посыпались крылья. А это имеет значение? Посыпались крылья сейчас. Сейчас нет, я думаю, нет. Вот игра с ЦСКА говорит, знаешь как, о том, что они все-таки... Если они вот такую игру будут демонстрировать, да, то они, во всяком случае, за переходные игры могут зацепиться. То есть Цалагов из крыльев, поэтому его не вызывали. А Панченко играет в ФНЛ, но в сборную его вызывали. Я думаю, это не имеет значения, где играет. В крыльях. Но, видишь, как, однако его не вызывали. Хотя в молодежной сборной он себя тоже неплохо, я отмечал это, проявлял. Видишь, не вызывали. А Панченко из-за того, что он как... Ну, нападающих всегда, когда они себя проявляют, бомбардистские качества свои. Достаточно много забивать. И да, их пригласят. Ну, видишь, как Панченко пригласили, а сейчас не приглашали. Еще звонки у нас. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер, Александр Викторович, Нобель. Добрый. Игорь, у меня вопрос вот по поводу индивидуальной работы наших футболистов после тренировок. Я вот где-то читал или слышал, что в свое время Григорий Иванович Федотов, хотя был самым, так сказать, опытным и маститым игроком команды лейтенантов, оставался после общей тренировки, отрабатывал удары. И в итоге мог попасть, так сказать, причем не в большие ворота, а в маленькие хоккейные ворота, там с разных дистанций, постой больше ударов делал после каждой тренировки. Виталий Старухин в свое время, так сказать, наш лучший игрок в советское время, так сказать, головой, оставался после тренировок. Ему там постоянно навешивали и так далее. Вот у меня, глядя на наших нынешних футболистов, возникает вопрос, что просто люди недорабатывают. То есть настолько иногда нелепые ошибки бывают, как тот же, скажем, Кокорин в матче с Бельгией, головой, можно сказать, в упорне забил еще при счете 0-0, что могло бы в корне изменить, так сказать, результат матча на чемпионате мира. Ну, что касается, я не думаю, что это прям плод недоработки, возможно, какой-то индивидуальной. Сейчас, кстати, возможности для индивидуальной работы значительно больше, чем раньше. Сейчас это нажоры соответствующие, все есть, работой не хочу. Но это уже, я это называл самоподготовкой, это уже профессионализм футболиста, отношение к своему профессиональному обязанностям. Вот, если знаешь, что что-то не получается, что что-то нужно подтянуть, да, вот, то нужно индивидуально это выходить и самому индивидуально... Ну, что нынешнее поколение менее профессиональное, мне даже кажется, более профессиональное. Может, они и менее одарены, да, и не таких результатов добиваются, но в плане профессионализма... Ну, знаешь как, иногда брак бывает, вот, по Кокорину проводился, например, да, иногда брак бывает и у великих футболистов, здесь раз на раз не приходится, да, но то, что Кокорин вот раньше, да, больше головой забивал, да, и вообще больше играл. И выигрывал. Да, да, это факт. Да вот, и причем не боялся, шел там вплоть до того, что, помнишь, там столкновения были такие серьезные. Он на единоборствах участвовал, да, даже в подыгрыше. Да, он выпрыгивает, да, выпрыгивает здорово и головой умеет играть, но, видишь, как, не всегда вот эти качества свои, вот, применяет. Но, несмотря на то, видишь, Лучевску ему доверяет, и после игры, когда вот заменил его, да, он в целом, в общем, был специально его еще остановил, доволен игрой, как он играл. И он его постоянно ставит. То есть еще один кандидат в сборную реальный на данный момент. Ну, если, да, если он будет результативно играть, имеются в виду голевые передачи и голы, да, вот, и плюс выполнять необходимый объем, а он большой объем сейчас выполняет, он двигается много, то, конечно, да. Ну, давайте мы тогда ненадолго прервемся, потом продолжим. А я напомню, что по воскресеньям, начиная со 2 апреля, в 11.00 выходит новая программа про здоровый образ жизни на Спорт.ФМ-спортплощадке ведущие фитнес-эксперт Эдуард Каневский и Евгения Обруч. Спорт.ФМ.ФМ. Будь первым. Что делать, если... Что делать, если по утрам... Что делать, если... Что делать, если за 8 часов сна я не успеваю восстановиться? Инновационный центр Олимпийского комитета рекомендует. Если говорить о количестве часов сна, то для каждого индивидуально есть своё количество часов сна, за которые вы можете восстановиться. И это зависит от большого количества факторов. Это может зависеть от времени года, это может зависеть от количества стресса, физической нагрузки, которая в данный момент оказывается на организм. Таким образом, учитывая все эти факторы, вы можете понять, сколько часов сна вам оптимально для восстановления. Времена года также влияют на количество часов. Летом хочется спать меньше, зимой хочется спать больше. И иногда действительно нужно дать себе поблажку и поспать больше 10 часов. Иногда хватает 4-6 часов для того, чтобы полностью восстановиться. Соответственно, необходимо, во-первых, максимально увеличивать качество сна. Это можно делать, во-первых, правильной подготовкой ко сну, расслабляться, выключать все мобильные устройства и гаджеты. И делать различные физические упражнения за 2-3 часа, то сна помогает перейти сразу к более глубоким фазам сна. И также правильно организованное пространство помогает лучше восстановиться. И простые советы – это чтобы воздух циркулировал правильно, постельное белье было комфортным, туман не было постороннего, телефон был всегда выключен, никто не мог побеспокоить. Все эти параметры тоже влияют на качество сна и на глубину сна. Ирина Зеленкова – ведущий специалист инновационного центра ОКР, кандидат медицинских наук. Рекомендации лучших специалистов страны в области профессиональной подготовки спортсменов Слушай каждый день на Спорт.ФМ Город. Город. Герой. Один город, один чемпион. На Спорт.ФМ. Город. Москва. Герой. Глеб Гальперин. Прыжки в воду. Двукратный призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира и Европы. Чемпион России. Президент Федерации прыжков в воду города Москвы. Мой родной город Москва. Очень приятно, что парки реально у нас заполнены людьми, которые занимаются самыми разными видами спорта и массовыми. Катаются на коньках, на каких-то скейтах, на каких-то разных штуках. Я даже не знаю, как они там называются. И поэтому я считаю, что Москва – это по-настоящему спортивный город и спортивная столица не только России, но и мира. Москва и Глеб Гальперин. Город-герой. Каждый день на Спорт.ФМ. О футболе я самого лучшего мнения. Отличная игра для грубых девчонок, но не для деликатных мальчиков. Английский писатель Оскар Уайлд за сотню лет до того, как футболисты начали симулировать травмы. В Петербурге в связи со взрывом в метро отменили старт программы подготовки волонтеров к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по молодежной политике. Ведомстве также уточнили, что рекомендовали отменить все увеселительные мероприятия на ближайшие дни. Ну а пока все новости. Все, что важно каждые полчаса – спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. На столичных дорогах уже серьезные затруднения. 7 баллов по данным портала Яндекс.Пробки. Провести час 22 минуты придется на третьем транспортном кольце с внутренней стороны от Ленинского проспекта до проспекта Мира. Третье транспортное кольцо стоит также с внешней стороны от Спартаковской площади до улицы Новая Башиловка. МКАЦ с внешней стороны от Боровского шоссе до Ясенева. МКАЦ с внутренней стороны от Молодогвардейской улицы до Строгино. Бульварное кольцо с внешней стороны от улицы Покровка до улицы Петровка. Александр Викторович Бубнов В студии Спорт.ФМ Программа 100% футбола Также Нобеля Рустамяна и Григорь Катмана Сегодня, кстати, мы, начиная с 19.30 Следим за матчами Российской футбольной премьер-лиги Ростов-Краснодар И Спартак-Оренбург Дмитрий Дерунец и Артем Дроздов Будут следить за этими встречами Про Ростов-Краснодар мы еще не говорили Да Чего ожидаете от этой встречи? Это будет битва практически за место в Еврокубке По сути, Южное Дерби Как называют эту встречу? Правда, раньше вместо команды Краснодар была Кубань Считалось, по крайней мере Или вместо команды Ростов-Балакубань Было Краснодарское Дерби Южное Дерби считалось Ростельмаш еще раньше Против Кубани А сейчас Краснодар Еще с первой лиги Игорь, здесь игра еще, знаешь, чем важна? Помимо того, что Дерби Ростову необходимо Попадать в Еврокубки Чтобы было прозрачное будущее Да, чтобы финансы были Не, но финансы Они, Нобель, они все свои долги Еще не все Там еще остались Но они большую часть покрылись за счет Еврокубка Вы понимаете разницу между Лигой Чемпионов и Лигой Европы по финансам? Разве отличается? Но все равно хоть что-то, Нобель Хоть что-то, у них еще 300 миллионов долга Рублей Представляешь? Хотя они покрыли Но сегодня вице-губернатор говорил, что без проблем в апреле закроются Там постоянно говорят, знаешь, без проблем А долг как был, так и остается Поэтому для Ростова После того, как они сейчас засветились И в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы Им жизненно необходимо Имидж поддерживать свой Ну и плюс зарабатывать Поэтому в этом плане На своем поле У них меньше проблем по составу, чем у Краснодара, правильно? Вот, правда, на вас играть не будет Это потеря Потеря большая, да Это шеф обороны Вот, от него, от надежности игры Наваса И рядом окружающие тоже чувствуют себя защитники более уверенно Про Сослан Джанаева уже все забыли Да, и если Джанаев играть еще не будет То для молодого Медведева, да Как раз вот присутствие Наваса имело большое значение Сейчас если не... Граната еще нет Ну, граната, да Да, но граната, граната худо-бедно они заменить могут А вот как они Наваса сейчас будут менять Тем более в игре с Краснодаром Вот, посмотрим, интересно будет Но в любом случае у Ростова меньше проблем, чем у Краснодара по составу И игра будет непростая, потому что я не думаю, что Краснодар закрываться не будет Краснодар закрываться вообще Они могут закрыться, но это не стиль игры Шалимова Поэтому Краснодар будет в такой активный футбол Кстати, сегодня в игре дебютирует сербский защитник Марко Симич, который... У Ростова Да, у Ростова Который подписал недавно контракт с клубом И он сегодня будет в стартовом составе Медведев-Мевле, Симич-Терентьев, Кудряшов-Калачев-Гацко, Набо, Ерохин-Полос и Азмун И состав Спартака стал известен Тоже, между прочим, Адриану в составе Ну, а что здесь удивительно? Зелуи в запасе Зелуи, они не в паре играют? Нет, состав следующий Ребров играет вратарь Защитники, смотрите-ка Тегиев Тегиев играет сегодня Кутепов, Бакетти И Камбаров Это четыре защитника справа налево Тегиев, Кутепов, Бакетти, Камбаров Линия Хабеков, получается, Фернандо Зобнин, Самедов и Жано Ну, нападающие Промес Адриан Лавно два нападающих, да Либо, может быть, Фернандо, Зобнин Это, соответственно, линия опорников И, ну, как мы схему представляем? 4-2-3-1 или 4-4-2 Или 4-3-3 Дайте оценку Ну, здесь группа атаки Ну, вот при такой игре Видишь как Жано в составе, Жано Жано, да Глушаков зафиксировал Ну, Глушаков из-за того, что он Не в оптимальном своем состоянии Видимо, здоровье не позволяет, да Еще Играть сразу Ну, и плюс у меня трагедия в семье случилась Да, да, да Дядя умер Да, дядя умер Валерий Глушаков Поэтому, естественно, это, конечно, сильно сказалось Я думаю, сказаться на Дениса Ну, давайте мы пообщаемся с Алексеем Золиным Который сейчас непосредственно на месте событий находится Ведущим Спорт-ФМ Леш, привет Стартовый состав Это тебе ответ от Алексея Золина Хотел сказать, что стартовый состав мы назвали Можешь как-то прокомментировать Ну, запасные Песняков, Селихов, Мурисио, Тоски, Ещенко, Джики, Тимофеев, Глушаков, Попов, Мельгареха и Зелуиш Да Матч-то очень-очень-очень важный для Спартака По-моему, первая игра Дриана домашняя на стоюме Спартака Он же не играл в матче против Анжи Да Домашняя? Домашняя Он играл с Краснодаром, потом не играл с Анжи Ну, видишь, Тигиев вместо Ещенко играет, да? Мурисио не играет, Джики опять не играет Ну, Джики, 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 Джики неплохо выглядел Я вот смотрел на сборах он играл, да? Ну, видишь, как они ему не предоставляются А почему? А он вопрос Больше того, Тоски ты видел, что начудил в игре с Леной Звездой Может быть, поэтому он его не поставил Ну, вам виднее? Ну, я смотрел этот момент, да Он стал водиться перед своей штрафной После этого гол Обит отобрали мяч Вот, но удивительно, почему Зелуиш не играет Сейчас вот как раз с Оренбургом, который закроется, да? Вот, Андриана с Зелуишем в середине бы При обслуги хорошей В краю, да, они бы очень пригодились Тем более он головой Зелуиш здорово играет Удивительно, почему его нет Дозвонились еще раз Мы Алексею Золину, ведущему Спорт.ФМ Леш, привет! Да, приветствую всех Отдельно Александру Викторовичу Леш, здравствуй Скажи, пожалуйста, как ты думаешь Почему Зелуиш, мы вот здесь вот обсуждаем Зелуиш, почему в состав сажаем Потому что Каба-Верди очень далеко Если кто-то вдруг не знает Зелуиш играл за сборную Каба-Верди И неважно, сколько времени он там провел на поле Все-таки добирался он на перекладных В Москву И, я думаю, еще не совсем восстановился Это просто лично мое мнение Выс Адриана, конечно, он не играл Уже три матча, да Но все равно готовился Был здесь не в режиме какого-то Вот серьезного права К тому же, я думаю, что Каррера все равно хочет и встряхивать команду В конце концов И чем-то удивить соперника Ни с чем другим, я думаю, это не связано Из-за Леш, наверное, появится на поле Наверное, во втором тайме Ну, мы так, да Мы как раз вот это не учли Это как раз объективная причина Алексей, ты часто глубоко анализируешь Ситуацию в Спартаке Вот Игорь Катманов Очень любопытную статистику Проводил по карточкам То, что... Да, у Зелуиша три карточки сейчас Три карточки у Фернандо Семь карточек Также три у Камбарова Это как-то может повлиять В преддверии матча с Уфой И плюс перед матчем с Зенитом Черест оружие Ну, конечно, я думаю Тогда сегодня надо За Луишу и Камбарова Карточки получать Свои четырёшки Уфа настолько Слабый соперник Что, в общем-то, можно обойтись Ну, нет Ну, конечно, нет, Игорь Это тоже лично моё мнение Может быть, никто ничего не будет получать Сейчас Каррера, во-первых, не сторонник этого Во-вторых, в команде Ребята все настолько сплочены Что они готовы выходить И биться друг за друга Не выйдет Камбаров Выйдет кто-то другой Не выйдет Зелуиш Не выйдет, да Выйдет Луис Адриано Либо Пробес будет играть нападение Ну, Лёшу, вопрос по антуражу Да, вокруг матча Потому что всем известны Трагические события Наверняка Повышенные меры безопасности Вообще, насколько много народу Ожидается на этой игре? Ну, по последним данным Около 25 тысяч Ожидается зрительный Сегодняшний матч Что касается Да, происшедшего сегодня в Питере Я надеюсь, кто-то из ребят Успел, ну, хотя бы вручную Да, написать что-то в поддержку Тех, кто в Санкт-Петербурге Попал в эту ситуацию Конечно, обычно фанаты Это успевают делать За это мы их и любим Ну, а то, что касается Погодного антуража Тут такой снег идет Такой крупный Прямо вот Как будто настоящая зима Хотя он сразу тает Но все равно это заметно Спасибо большое Это был Алексей Золин Который находится на арене Открытия Где совсем скоро В 19.30 Начнется матч Спарта-Кренбург Напоминаю, следим И не только за этой игрой Еще за встречей Ростов-Краснодар В прямом эфире Спорт-ФМ Вместе с Дмитрием Дерунцом И Артемом Дроздовым С 19.30 Будут эти матчи Реклама Светодиодные фары Мазда ЦХ5 Включаются автоматически И бесшумно А с таким звуком Вам завидует сосед по дому С таким звуком Удивляются коллеги С таким На вас обращают внимание Девушки Специальная серия Со светодиодными фарами За наш счет Которая никого не оставит равнодушным Мазда ЦХ5 Флэш Эдишн Ослепительное превосходство Количество автомобилей ограничено Предложение действует До 31 мая 2017 года Зон-зон Плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги Каждый матч – битва Каждая битва – зрелище Которое нельзя пропустить Каждая игра – борьба за кубок Гагарина Плей-офф не оставляет права на ошибку Смотрите кульминацию хоккейного сезона На телеканалах КХЛ-ТВ и КХЛ-HD А также на видео.khl.ru И в официальных мобильных приложениях КХЛ Ноль плюс Спорт 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 ФМ ФМ Будь первым До программы на все 100 Осталось 15 минут А сейчас 100% футбола Александр Викторович Бубнов Нобеля Ростомяна Грекотмана в студии Ну вот нам тут Игорь, а Краснодара нету в составе? Сейчас уже, я думаю, должен появиться и состав Краснодара в том числе Кстати, говоря о том, кто где играл, но был в составе Ростова Который, по-моему, за Эквадор выступал Нет, Игорь? Да, и Фермина играл И Каутинь играл В Дермигерси Они играли вчера Да, они еще рано Раньше играли И летели не из Кабоварда, а из Бразилии Да, и физически За Луиш Проблем у него в физическом плане не должно быть Но это объективная причина Да, это в какой-то степени объясняет Почему он не в стартовом составе Но по ходу игры, если она будет складываться неблагоприятно, то он появится может Больше того, погодные условия, видишь, это тоже сейчас, в общем-то, на руку может и Оренбургу быть Больше того, видишь, как ротация в составе, Бакити появляется в составе, появляется Тегиев Правильно? Ну да, ну и посмотрим Посмотрим, да, посмотрим, как Кутепов будет себя чувствовать после сборной Потом, естественно, по ходу второго тайма мы посмотрим, может, будут изменения Конечно же, в зависимости от того, какой будет текущий результат Расадара нету составов? Я пока сейчас... Не можно найти, Игорь Да, Смолов, кстати, сыграет, между прочим Смолов сыграет, Критюк, Калешин, Мартынович, Гранквист, Рамира, Смамаев, Газинский, Кабаре, Перейра, Классен и Смолов У Краснодара, да, у Краснодара почти оптимальный состав Почти? Почти, да, поэтому Ростова не хватает Того не хватает, на ваш взгляд? По-моему, из... Еще раз, еще раз перечислили Итак... На Олдом играет центральная А, ну вот Играет Мартынович, но на Олдом в запасе Да, на Олдом в запасе Мамаев, Газинский, Кабаре, Перейра Это линия хавбеков Но, может быть, Подберезкина мы привыкли уже видеть, в принципе, вместо Перейры чаще Но он тоже в запасе Тоже в запасе Классен, Смолов Кстати, Подберезкина тоже, в принципе, это тоже потенциальный кандидат в сборную Если будет стабильно выступать Жаузини еще Жаузини... На игру запас уже, скорее Игорь Смолов Акриашвили, кстати, травмирован Смолов была травма Ну и Рамирас сегодня в старте Как и Федор Смолов Так что все практически в основе В Андерсен в запасе Да Ну потому что Смолов появился Но для Краснодара эта игра тоже очень важна У них получается, что и эта игра, и следующая ССК Да, и следующая ССК, да Им здесь тоже график тяжелый очень Тяжелейший, я бы сказал Да Ну опять посмотрим, как они сегодня сыграют с Ростовом Игра, вот лично ты какую игру предпочитаешь? Вот для тебя Ростов-Краснодар или Спартак-Оренбург? Ну, наверное, все-таки Спартак-Оренбург Объясню Потому что чемпионская гонка Она как-то для Она интереснее Тебя больше увлекает Ну да Да Можно и так сказать А по качеству, по уровню, я думаю, Ростов-Краснодар повыше игрок Да? Почему? Ну почему? Потому что, во-первых, Ростов... Вообще два участника Еврокубков Да, Еврокубков, да А здесь будущий чемпион, возможно Выше Оренбурга находится Нет, то, что Оренбург на вылет стоит, это понятно Да А Спартак, возможно, будущий чемпион Сколько вы даете процентов, кстати говоря? Вот так, каждую неделю даете проценты? 80-60 было? Сейчас 60 60, да? Опять? Опять 60, да Было... у меня было 70 Даже до 80 они поднимались Поднимались после тура, когда Спартак об играл Анжи, а Зенит приграл МК Да, да Сейчас 60 у вас Сейчас 60 А и 20 у Зенита, и у ЦСКА по 20 Нет По 40 По 40 По 40 А, на двоих по 40 Нет, не на двоих, у каждого У каждого этот... Ну как по 40, если 60 Ну, 60 процентов на победу Спартака, 40 Зенита и 40 ЦСКА Вот так вот По 20 на каждого Нет, мы же не разливаем сейчас Мы же оцениваем, какие шансы у Зенита Сейчас 40 процентов у ЦСКА, у них же одинаковое количество очков Но их же двое, не могут двое стать чемпионами Правильно, не могут двое они стать чемпионами Но вот сейчас в процентном отношении По отношению... Нобель, по отношению к Спартаку Ясно тебе? 60 процентов, что Спартак станет чемпионом 40, что не станет Да, что не станет Неважно, кто будет, ЦСКА, Зенита, ЦСКА Мы сейчас о Спартаке говорим Первые преследователи Я считаю, что ситуация... Ситуация у... Зенита лучше, чем у ЦСКА Понятно Лучше и по календарю, и по составу, и по игре Ну, в первую очередь по составу... Хотя еще в начале второго круга все говорили обратное Кто говорил? Ну, все говорили, что ЦСКА на сегодняшний день... У ЦСКА по календарю они больше игр дома играют Ну, у ЦСКА календарь, вы изучали его? Да Смотрите, у ЦСКА... Ну, там календарь приблизительно одинаковый для всех Нет, нет У ЦСКА в апреле Краснодар Потом Ростов домашняя игра Потом игра с Уфой там, на выезде Потом Локомотив Потом ЦСКА Потом Спартак Потом Спартак Потом Амкар еще, выезд в Пермь Это легкий календарь? Нет Потом еще выезд, между прочим, еще будет в Казань У Курбина У ЦСКА сложный календарь Ну, выезд в Уфу, выезд в Казань Я не думаю, что это тяжелые выезды В том состоянии, в котором сейчас ЦСКА находится Я тебе еще раз говорю, Игорь И вот как они играли с крыльями Это непростые выезды Ну, тогда все выезды непростые Вот в этом смысле В этом смысле У Зенита больше ресурсов ЦСКА вот из тех Из девяти матчей, которые остались На мой взгляд, там, где ЦСКА наверняка очки возьмет По три Ну, наверняка Это домашняя игра с Арсеналом Тульским И с Анжи Домашняя игра А все остальные матчи сложные для ЦСКА И с Ростовом сложная игра будет И с Краснодаром И с Локомотивом И с Спартаком тем более Это игры, где, так сказать, уверен, что ЦСКА возьмет три очка Правильно? Да Так что, концовка, да Но самое главное, вот апрель месяц Он, я еще раз говорю Для Спартака, для Спартака И для ЦСКА И для ЦСКА, да И для Зенита Ну, для Зенита в меньшей степени Зениту нужно только Спартак обыграть и все Ну, остальные тоже надо обыграть Ну, да Там остальное у них легче все Спартак такой соперник Осечка в матче с которым может очень дорого стоить То есть вы практически так уверенно считаете, что Зенит других соперников обыграет? Исходя из ваших мыслей, эта игра будет золотая Я исхожу, да Золотая игра? Я исхожу из того, что если Зенит обыграет Спартак, то Спартак еще потеряет очки и Зенит сможет догнать То есть, на ваш взгляд? Для Зенита Для Зенита это золотая игра Для Зенита, да Ну, вообще для чемпионата Для чемпионата, может быть, и нет, а для Зенита, да Ну, как нет? Если ЦСКА, если Спартак обыграет Зенита, то тоже чемпионом будет? Но Спартаку еще с ЦСКА играть, а он играет после «Зенита», правильно? Да. И если «Зенит» обыграет «Спартак», и учитывать календарь, что ЦСКА играет, то получается, что для «Зенита» нужно обязательно «Спартак» обыгрывать. Если они «Спартак» не обыграют, то тогда им проблематично будет. Ну и давайте не будем забывать, что у «Спартака» на две победы больше, да? Это тоже такой очень важный фактор при равенстве очков. Потому что у «Спартака» на данный момент 14, у «ЦСКА» 12, и столько же 12 у «Питерского «Зенита». Не, но если они поравняются в очках, то здесь доберет тогда и «Зенит» доберет, и «ЦСКА» доберет. У них могут одинаковое количество быть. Там тогда будут игры по регламенту. Подождите, у них 13... Нет, если... По регламенту какое, этот... Количество побед. Сначала идет количество побед, потом свеча между собой? Да, количество побед же первое. Сейчас 45 у «Спартака», 42 у «ЦСКА», 42 у «Зенита». То есть на три очка. А если они сравняются по очкам, то у «ЦСКА» и у «Зенита» будет по 13 побед, а у «Спартака» останется 14. То есть у них победа в запасе получается. Правильно же, Новик? Победа в запасе. То есть у них преимущество в этом плане. И преимущество, может быть, даже в какой-то степени решающим окажется. Ну, во всяком случае, нужно быть готовым к тому, как календарь и ситуация складывается. Тем более интересно будет апрель месяц, да? Да, да. Определяющим будет. Да, посмотрим еще, как сегодня «Спартак» сыграет. Ну и по качеству игры, наверное, здесь еще и погодный фактор. Вот мы сравнивали две игры, да? «Спартак-Оренбург» и «Ростов-Краснодар». Я, честно говоря, не знаю, какая сейчас погода в Ростове, но думаю, что лучше, чем в Москве. Сейчас все в равных условиях находятся, потому что никто в Еврокубках не играет, правильно? Поэтому здесь будет все определяться именно вот сейчас, в апреле. То есть для «Зенита» это дополнительный плюс, то, что они вылетели в борьбе за... Получается, что... В борьбе за титул. Ну что ж, эта программа «100% футбола». Я напоминаю, что по воскресеньям, начиная со 2 апреля в 11.00 выходит новая программа про здоровый образ жизни. Спортплощадка называется. Ведущие фитнес-эксперт Эдуард Токаневский и Евгений Обруч. Ну и сегодня с 19.30 следим за матчами российской футбольной премьер-лиги. Ростов в Ростове-на-Дону принимает «Краснодар» и «Спартак» в Москве играет с «Оренбургом». Вот так. Да, Игорь, давай проанализируем европейский футбол в завершении эфира. Давай. Что ты скажешь об игре? Ювентус. Плохо, плохо вчера играл Ювентус. Обронялся в основном. Но я думаю, что это был план Олегрина. Чего удивительно, да. Очень удивительно. И, знаешь как, уж очень большое преимущество. Ну, я думаю, что с другой стороны... Полноги играл Ювентус, честно говоря. Да? Ну, мне так показалось. А как эксперту показалось нашему Алексеевичу? Ты знаешь, Нобили, получилось так, что я... Не смотрели? Полностью не смотрел, потому что я немецкий чемпионат смотрел. Я смотрел в Штутгарт, как с Дрезденом играл. А как у вас так получилось, что вы предпочлить матч в Штутгарт? Это даже старая Бундеслига вообще. Да, я решил... Или у вас какие-то скаутские дела были? По Дрездену. Я хотел, да. Я хотел посмотреть на Штутгарт. Вот. Ну, а потом... Почему? Это секрет? Переключился, а? Это секрет? Нет. Мне интересно было, как они будут выглядеть. Потому что они сейчас... Сейчас они, ты же знаешь, могут выйти в Бундеслигу. Ну, это понятно. А почему, например, на Штутгарт посмотрели, а не на Унион или на Итрах? Мне кажется, какая-то есть история скаутская, скаутская. Не, ну, в любом случае, когда я стал переключать, и как я увидел, с каким преимуществом Наполе... Может, вас попросил какой-нибудь человек, игрока оценить? Какой-нибудь президент футбольного клуба? Нобель, но мы сейчас об этом говорить не будем. Я тебе хочу сказать, что когда я вот переключался и смотрел Наполе, да, вот, удивительно было, каким преимуществом они владели. И Вентус там практически временами просто отбивался. До самого конца. И что, с чем ты это связываешь, Нобель? Во-первых, первая игра после сборных всегда дается тяжело. Командам, которые отправляют на их игроков. Особенно за Океанова, Вентуса и Гуаин, Дебала, Квадрадо. Все уезжали. Да, все ведущие футболисты. Потом это самый сложный выезд для Вентуса в чемпионате. Неаполь. Самый сложный выезд. Давление сумасшедшее. Плюс фигура Игуаина играла немаловажную роль. Поэтому я пока так сдержанно отношусь к этому результату. Вентус играл очень плохо. Но, конечно, главным будет итог матча с Барселоной. И вот я как раз тебя поэтому хотел спросить. Все-таки, когда накануне Лиги Чемпионов... Не накануне, еще две недели есть. Неделя. Неделя. Полторы, да. Но все равно стараются и силы беречь, и стараются травмы не получить, да? Конечно. Плюс я думаю, что вчерашняя игра, наверное, даже где-то по репетиции матча с Барселоной. Где будет, наверное, больше в один мячом со стороны Барселоны. Вот это быстрее. И... Они вот эту модель игры отрабатывали, да. Я там больше обороняться. Согласен. Ну что ж, вот на этом мы и прощаемся. Это была программа 100% футбола. Всем удачи. До завтра. Новости. Страна. Мир. Спорт. 19 часов в Москве. В студии с новостями. Карина Ершова. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...